Всем привет, друзья! Я решил попробовать себя в инстаблогинге, надо немножко набрать подписчиков в инстаграмчике, поэтому я буду снимать смешные какие-то видосики, иногда там раз-два в неделю, возможно. Поэтому, ребят, если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, ссылка будет в описании. Будем снимать смешные спортивные ролики, будет круто, а мы начинаем день, погнали! Но если вы смотрите это видео, то ролик в инстаграме уже залит, можете перейти на мою страничку и посмотреть, и обязательно поставить лайк. Короче, ребят, подлетели мы вот в зальчик, будем с Саньком сейчас снимать. Дичь в заль. Вообще дичь, просто дичайшая дичь, которую вы сможете увидеть в инстаграмчике у меня на странице, поэтому заходите быстрее, подписывайтесь. Как это даже можно назвать? Да, мы решили развить инстаграм также, фитнес-канал, и поэтому... Подписывайтесь также на Санька инстаграм, там тоже, наверное, будет снимать, да? Не знаю, на канал не снимаешь, ни хрена? В инстаграм тоже, наверное, не будет. Надо, надо, надо. Вот, я попробую где-то один-два раза в неделю что-нибудь снимать такое, ну, смешное. И посмотрим в течение месяца, да, и посмотрим, да. Ставьте лайки и плюс, если вам это нравится. Если вы в течение месяца будете подписываться, мы будем видеть рост, мы будем снимать тогда больше. А так, чё, мы погнали. Всё, ребят, мы сняли видосик, блин, я уверен, смешно получится. А сейчас Санёк, короче, расскажет вам, как он, пожалуйста, двадцать килограмм за три недели всего лишь. Да, на десять килограмм я вылечу себе, чем лёжа. Да, сейчас расскажет питание, сколько, чего делал, силовые там, кардио и так далее. Короче, прямо сейчас. Окей, ребят, я начну, наверное, с тренировок. Первая, у меня было две тренировки в неделю. Одна была нацелена чисто на силовую работу, это пять по пять повторений, то есть пять подходов и делаешь по пять повторений в каждом с максимально возможным весом. И вторая тренировка, примерно, через два-три дня была на пятнадцать и более повторений, то есть такое более на гипертрофию и на выносливость мышечную. По питанию у меня, в принципе, получилось, что я набрал за это время с семидесяти пяти до семидесяти шести с половиной килограмм. То есть при весе семь-шесть с половиной я, пожалуйста, двадцать килограмм. Я питался за это время, но у меня примерно было больше калорий, чем мне нужно, может быть, на триста-триста пятьдесят, иногда на пятьсот килокалорий. А кушал в основном я много с утра, к вечеру я старался снижать, потому что у меня такой тип трансложения, когда я буду сильно набирать жира, если я буду есть больше на вечер, именно много углевого. Сколько раз в день халил? Ну, наверное, раз пять-шесть я в день стабильно кушаю, да, бывает даже больше. Я могу и десять раз в день, на самом деле. Сколько примерно калорий ел? Я могу сказать, что это точно больше, чем три тысячи, потому что у меня еще активность большая, я еще занимаюсь боксом параллельно, да еще бегаю везде тоже бывает, поэтому у меня достаточно много калорий. Я думаю, что три тысячи-три тысячи-двести вот так делать. А мусорную еду я же? Да, кстати, ребят, вот если у вас, у меня была цель как бы пожать, и в принципе я старался морально себя тоже расслаблять, поэтому я могу покушать, в принципе, и в Макдональдсе, могу суши поесть или вообще любую какую-нибудь еду, которая мне нравится. Я захотел шоколадку, я съел шоколадку, я не парюсь. Ну все, спасибо, Санек, поставьте ему лайк за то, что он рассказал, и, короче, сейчас мы проведем тренировочку, Саня покажет, как вообще... Да, я как раз вам покажу свою тренировку, которую делал на гипертрофе, не носил 5 по 5, а на гипертрофе. Да, полетели. Сейчас, ребят, короче, я 90, попробую пожать на один раз. Для меня это довольно сложно, посмотрим, получится или нет. Для Власа специальный видос. Я, короче, думаю, можешь 95 попробовать, но это уже, блин, максимально сложно будет. Ну, попробуем. Давай попробуем. Но перед этим Санек сейчас попробует сделать 90 на максималку. Я не знаю, раз 15 сделаешь. Посмотрим, что будет. Ну, я же обещал, что тренировка должна быть на 15 повторений, у меня вторая, она все где-то. Так что посмотрим, как пойдет. Полетели. 13, короче. 13 повторений. Мне стыдно. Ну что, теперь попробую 95. Блин. Я уверен на 80%, что я не пожму, но посмотрим. Ну, я бы сказал 50 на 50. Сейчас мы немножко технику подрезактируем, и пойдет парень. Черт, 95 еще слабоват. В общем, ребят, сначала я начинаю с жима лежа. Как вы уже увидели, я делаю 3 подхода по 15 повторений с максимальными также весами. Так что не думайте, что работа на 15 повторений это легкая работа. Если возьмете нормальный вес, это будет серьезная работа. Потом я делаю так, 3 подхода здесь и 3 подхода на наклонном жиме на верхний грудь. Вот и все. В принципе, моя тренировка груди закончена на этом. Все, иду домой восстанавливаться, отдыхать, кушать. Ребят, если вы занимаетесь, короче, натурально, то обязательно нужно отдыхать больше. И нужно делать меньше подходов. Не обязательно там по 2-3 часа в зале бомбить. Сделали там 3-4 подходика, пошли домой, отдохнули, покушали, восстановились. Потому что натуралом нужно меньше заниматься. И с большими весами тогда будет идти прогресс. На самом деле я бы сказал, что на большие мышечные группы делать 6-7 подходов, а на маленькие мышечные группы можно вообще 4-5 и все это вот с головой. Так 2 раза в неделю вы будете хорошо прогрессировать. Так, ребят, короче, у Санька новый челлендж появился. Расскажи, Сань. Короче, теперь поставлю и дам себе 2 месяца на то, чтобы просушиться. Я хочу сделать свой вес примерно 64 килограмма, сейчас 76. То есть мне нужно потерять 12 килограмм. Пускай это будет немножко с потерей, может, килограмма мышц. Остальное будет там жир и вода. Я хочу просушиться со своего процента жира примерно до артурика процента. То есть это... Ну, я замерялся недавно у спортивного врача. У меня где-то 17% жира. То есть я достаточно жирный. Я хочу сделать примерно 8-9. То есть мне нужно также 9% примерно потерять. То есть он, короче, похудеет и потом в конце, как всегда, по традиции, расскажет вам, какие способы использовал, как питался и так далее. Можно просто через месяц сделать замер. Да. Потому что замер веса и формы. То есть сейчас ты 74, да? 76. 76 сейчас. Через месяц посмотрим, какое сегодня число. Мы это сразу вам скажем. Да, сегодня сейчас мы скажем число. 22 декабря. 22 декабря. То есть 22 декабря, 22 января тебе нужно будет весить хотя бы на 7 килограмм меньше. Ну да. Все. Договорились. Поддерживайте его в комментариях. Подписывайтесь на Инстаграм. Пишите, что вы со мной. Пишите, типа, атакуй, братан, и все такое. Все, а так мы закончили тренировку. Давайте, ребят, пока.